Всем привет, с вами Мосс. Наконец-то мы подобрались к заключительному выпуску рубрики ТОП-10 бюджетных бестов. Как понимаете, нам осталось разобраться только с нападением. Сразу скажу, в этом ролике вы встретите нескольких ребят, которых очень ожидали увидеть в списке ЦАПов. Но все же, именно в рейтинг нападающих я включил только тех, у кого на карточке значится либо ФРВ, либо ЦФД и никак иначе. Ну просто, чтобы не было этой лишней путаницы. Ну и напомню на всякие пожарные главные правила рубрики. Игрок на момент записи видео должен стоить не дороже 10 тысяч монет. Приятного просмотра. Команда Лиги Чемпионов и Тотти, рождественские новогодние ништяки от электриков, тут без золотишка не обойтись. Поэтому бегом к Ване Мухину. Самый выгодный курс, быстрая доставка и главное надежно. Ссылка в описании ролика. Скорость, удары, в особенности завершения, звезды на слабой ноге, корпус и умение играть на втором этаже. Вот джентльменский набор достойного страйкера. Ну а звезды на финтах, дриблинг и умение отдать точный пас пойдут уже как приятный бонус. Десятку лучших открывает небезызвестный французский тролль Гомейро. На старте им играли многие и на самом деле не зря. Кевин достаточно быстрый и ловкий, более-менее дружит с передачами, а главное имеет 86 на финишинге. В то же время он почти беспомощен на втором этаже и в силовой борьбе. Ну и звезд на финтах и слабый, у него всего три. Строчка выше, крепыш Майкл, АК лучший друг нищебродской АПЛ. Не самый быстрый и всего 74 на завершении, но у Антонио есть весомое оправдание. Четыре звезды на финтах и слабый, 86 силы и 88 игры головой. По ощущениям это уменьшенная, но улучшенная версия Болотелли. К слову, в кармане у Молотовойца сразу четыре трейда. Зрелищность, скоростной дриблинг, пауэр-хедер и самая прикольная тема чудовищной силы вбрасывании из-за боковой. Хотя зачем ему это, не знаю. А вот стиль охотник нужен определенно. Восьмую позицию оккупировал маленький, но удаленький аргентинец, которого все так ждали в рейтинге лучших цапов. 90 пейс, 92 ловкость, 94 баланс и 4 звезды на финтах. Накрутить и убежать Алехандр Рамагет на раз-два, да и с передачами ладит исправно. Ну, вы понимаете, к чему я. Согласен на 100%, на ЦАПе или ЦФД он эффективнее, чем на Страйкере. Хиба 165 роста, вообще без корпуса, да и 78 на финишинге, ну, явно не рекорд. Седьмое место. Маркус Решворд, или история о том, что скромный общий рейтинг карточки не всегда отражает суть вещей. С манчестерским юнгой, думаю, все ясно. Бегун, 4 на финтах с неплохим ударом, а ловкостью 90 и почти бесконечным запасом бодрости духа. Горечи добавляют 3 звезды на слабой ноге, ну и финишинг 79 не предел мечтаний. По собственным наблюдениям, большенос запарывает 100% моменты не только по праздникам. Шестая позиция, та же по позициям опера, что Гомес, но совсем другая, более мясистая телом фактура. Фермино, в отличие от аргентинского Глиста, равноценно хорош и на ЦАПе, и на ФРВ. Пожалуй, это вообще самый сбалансированный фигурант этого дилетантского списка. Слабое место только одно, и, к сожалению, даже с Охотником бразильский мастер навряд ли убежит от вражеских защитников. Пятерку лучших, и да, это осознанный и аргументированный выбор, замыкает квиксельный скромняга из Севильи, который могет надырать пятую точку почти любой обороне. Так-то Муриэль и без приправ хорош, а с Охотником получаем гремучую смесь из 99 пейса, 90 финишинга, и все это при 80 силы и 4 звездулях на том и на сём. Пускай не самых очевидных, но два слабых места есть. Это по 65 на лонгшотах и игре головой. Четвертая строчка Джейми Варди. Не такой имбовый, как годом ранее, но по-своему уникальный страйкер. По игре, кстати, очень похож на вышеупомянутого колумбийца. В общем, если отрезать у Муриэля по звезде на фимтах и слабый, и пустить их на доп-скорость, удары и без конечную бодрость духа, получится как раз заводной лиц. Агрессия 92, реакция 86, высокий ворк в дев и навыки игры в отборе страйкеру вроде как не нужны, но в этом как раз и изюминка Варди. Он успевает абсолютно всюду. За это мы ему всё же простим проседающие лонгшоты, передачи и игру головой. Тройка лучших открывает Тима Вернер. По факту единственный и воистину годный бюджетный форвард из Германии. Да, с лонгшотами и особенно передачами беда. Но есть четвёртая звезда на слабой ноге, а соотношение скорости и финишинга ещё круче, чем у англичанина. Рост и какие-никакие навыки игры головой тоже в наличии. А вот силушки явно не довесили. При таких габаритах 59, ну совсем не айс. Серебро забирает, пожалуй, самый универсальный из недорогих нападающих 18 фифы. Что на ЦАПе, что на ФРВ, Бен Едер закидывает пачками. Мало скорости? Ха, цепляем охотника и получаем полный фарш. Самое любопытное, что Венька с его ростом 170 умудряется частенько выигрывать вверх. 74 игры головой походу не пустая цифра. Но главное это, конечно, отменный дриблинг и финишинг. 5 на слабый и 4 на финтах. В сухом остатке единственный минус это почти отсутствующий корпус. Ну что, готовьте томаты и едкие комменты. Решение спорное, но на моей стороне полтысячи отыгранных матчей и бессердечный расчет. Финишинг 88, 85 силы, бесконечная выносливость, 84 игра головой плюс пауэрхедер. Да и скорость-то на самом деле сносная. Он совсем чуть-чуть медленнее того же Ядреного и в отличие от Фермина с Охотником способен убежать не только от Мертвозакера. Недостатки есть. Это на редкость кривые передачи, 3 звезды на финтах и в целом сносный, но малец древесный дриблинг. В оправдании Белотти, скажем, что Игуаин с рейтингом 90 кажется после него редкостным бревном. А если брать бюджетных страйкеров, то у Андрюхи и вовсе нет конкурентов с тем же набором качеств. Как всегда, на сладкое список форвардов, которые совсем чуть-чуть не дотянули до топ-10. Это Бакамбу из Вильяреала, Родриго из Валенсии, два наших старых друга Сейду Думбия из Спортинга и Ахмед Муса из Лестера, еще не уехавший от нас Федор, а также Мората из Челси, Супер Марио из Ниццы, Джовинко из Торонто, Дос Сантос из ЛА Гэлакси, Андреа Грея из Водфорда и Джошуа Кинг из Борнмута. Ну что ж, ребят, такой вот получился сериал. Огромное спасибо всем за внимание, за поддержку тем, кто хотел что-то подороже. Спасибо за терпение. Ну, по славной, старой, доброй традиции, кстати, в том числе по вашим просьбам, я, разумеется, сделаю тот самый состав из бюджетных бестов, ну, в который войдут представители верхних строчек, может трех, может пяти, на каждой из позиций и зарублюсь им, наверное, может в Викенд Лиге, может там, не знаю, в первом онлайн-дивизионе. Посмотрим. Если вам вообще понравилась эта серия, понравилось непосредственно это видео, то не забудьте влепить лайк, если вы новый, подписываетесь на канал, а ссылка на группу ВКонтакте со всей актуальной инфой будет, как всегда, в описании видео. Всем пока, с вами был Мост, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok